МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Невероятный бум на современное искусство. Такого в Новой России еще никогда не было. Картины с аукционов уходят за десятки миллионов долларов. А в сентябре Москва становится центром паломничества известных западных художников и арт-дилеров. Выставки теперь – это место светских раутов, а коллекционирование – новые развлечения элиты. Почем культура для народа? Что покупает и зачем? В фильме «Миллионы за искусство». Уверенной походкой, заготовленной речью, любимая девушка Абрамовича идет по гаражу. Миллиардеры в автобусном парке – это теперь модно. Толпы фотографов и операторов ловят каждый жест, каждую улыбку Даши Жуковой. Она впервые вот так открыто, почти демонстративно появилась на публике. Отойдите на три шага. На три шага. Пойдите. Фото на память у красного вагона. Это инсталляция культового художника Ильи Кабакова. Он как раз рядом по левую руку. Он терпеть не может журналистов и такого повышенного внимания. Но ради Даши Жуковой приходится терпеть. Ведь это историческое событие. Самая богатая пара России задает новый тренд. На фоне глобального экономического кризиса, когда деньги превращаются в простую бумагу, миллионы за искусство, миллионы за вечность. Вот призыв к новой жизни. Все понимали, он придет. И он пришел. Он не мог не поддержать Дашу Жукову в столь волнительный момент. Вот он сел в центре зала, натянутый улыбается. Какая революция должна была произойти в душе Романа Абрамовича, человека, который не любит быть на публике. Тут и впрямь можно поверить в магическую силу искусства. Все внимание на сцену. Ведь там свои первые публичные слова говорит Даша. Она волнуется, наверное, потому читает по бумажке. Она открывает свой центр современного искусства и хочет объяснить, почему это искусство так заинтересовало ее. Деятельность Центра современной культуры «Гараж» будет связана с развитием и поддержкой современного искусства. Мы планируем показать все самое лучшее и интересное, что есть сегодня. Вот характерный момент. Охранник Даши Жуковой хочет помочь ей спуститься со сцены. Подает руку. Но она неожиданно поворачивается и сама предлагает помощь, идущей следом женщине. Это Эмилия Кабакова, супруга Ильи Кабакова. Его теперь называют «самый дорогой русский художник». Много лет они прожили на Западе, и вот теперь вернулись. И все благодаря кому? В прессе так и напишут. Абрамович и Жукова финансировали триумфальное возвращение Кабакова. За последний год читая Абрамович и Жукова вложили несколько десятков миллионов долларов в современное искусство. Трифте художника Фрэнсиса Бэттена – 86 миллионов долларов. Спящая социальная работница кисти Люсиэна Фрейда – 21 миллион евро. По оценке журнала «Атмюз» за 2008 год Абрамович вошел в десятку главных коллекционеров искусства в мире. За несколько дней до официального открытия нам единственным позволили присутствовать во время подготовки выставки. Более того, не дающий телевизионных интервью Илья Кабаков, основатель стиля «Тотальная инсталляция», решил объяснить нам, что это такое. На первом месте окружающая ситуация, атмосфера, поле, которое создается, пространственное, а уже все детали играют подчиненную роль. Самое главное в «Тотальной инсталляции» – это правильно выстроить вот эту самую, эту среду. Значение современного искусства? Нет, один вопрос, больше я не буду... Может, последний, пожалуйста? Нет, 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 пожалуйста. Последний вопрос? Нет, все, я сказал один. Спасибо большое. Теперь уже Емилия ответил буквально на все. Спасибо большое. Дома у издателя и главного редактора независимой газеты Константина Ремчукова. Он известен как обладатель одной из самых обширных коллекций картин и предметов антиквариата. Объект современного искусства я также могла отнести. Я купил на аукционе «Тухи Пакарабан». Делает несколько экзентляров для арабских шейхов. Показывая нам свою коллекцию, Константин вспоминает, как все начиналось. Много лет назад, в молодые годы, он решил ежемесячно тратить 100 долларов на нетленку, то есть на искусство. А на что еще деньги тратить? Если деньги есть, их надо тратить. На еду можно. Выясняется, вредно для здоровья. На питье можно. Тоже хорошо и приятно, но тоже вредно для здоровья. Машины можно покупать, самолеты, яхты. Можно, но на яхте нет времени кататься больше, чем там две недели на максимум месяц. В Ахметьевском гараже, в бывшем автобусном парке, Кабаковы устроили одну большую инсталляцию – музей альтернативной истории и искусства. Три эпохи – дореволюционный, советский и постсоветский. Эмилия Кабакова проводит экскурсию. Надежда на утопию, рассказывает она, сменяется черными красками разочарования в советском режиме, а завершается картинами в розовых, гламурных тонах нынешней эпохи, когда советское время становится сказочным мифом. И эта история очень понравилась девушке самого богатого олигарха страны. У нее идеалистический план, это ее страна. Она здесь родила, прошлое здесь ее семьи. Она хочет культуру, я думаю, что как во времена после революции, вынести в массы. Часы стали. Предметы роскоши уже не удовлетворяют. Искусство – это для души, говорит Константин. У него дома коллекция произведений художника Андрея Поздеева. В кабинете – работа 7 ноября в Красноярске. Абсолютно импрессионистские мазки. И вот этот мазок зеленый у женщин в Красной Косынке одним мазком, он подчеркивает все. А в коридоре другая работа художника. Лимонное дерево. Вот это и есть искусство, уверяет Константин. А то, что представлено, например, у Кабаковых – это коммерция. Разрекламированное триумфальное возвращение художника, чтобы подороже продать. Она чисто коммерческая, поскольку она, с моей точки зрения, эксплуатирует какие-то эмоционально-ностальгические чувства бывших советских граждан. Все это можно покупать и вешать либо в офисе, либо в квартире. Это будет узнаваемо, опознаваемо. И коммерческая цена. Мы говорили с одним арт-дилером, он назвал цену от 500 тысяч до миллиона долларов. Москва, говорит Константин, превращается в одну из мировых столиц современного искусства. Здесь есть деньги, есть интерес. Галеристы и художники со всей планеты приезжают сюда, чтобы успеть продать свое искусство. Искусство захватывает фабрики и заводы. Не успел Константин Римчуков посетить выставку в гараже, а уже новое приглашение – на шоколадную фабрику «Красный Октябрь». Это закрытая вечеринка по случаю открытия выставки, организованной Ларей Гагасяном и галеристом с мировой славой. Здесь представлены работы лучше западных художников. Но в глазах собравшихся чувствовалось какое-то недоверие. То ли хотят втюхать какую-то ерунду, то ли это действительно шедевры. Старались молчать, потому как боялись прахлость этаким простачком в обществе богатых ценителей. И тут прошел слух – уж не разводка ли это для лохов. Вот банкир Петр Авин, известный знаток современного искусства, дипломатично сослался на плохое самочувствие и ушел от ответа. Можно вас спросить ваше впечатление? Нельзя, я не хочу. Я плохо говорю, у меня каша. Спасибо. Бизнесмены, топ-менеджеры и политики – все здесь. На выставке с уверенным названием «То, что вам предстоит, а не определяется с покупками». Вот бывший министр иностранных дел Андрей Козырев, выбирая произведение, больше полагается на мнение супруги. Вы бы что-то себе купили в офис, домой вот отсюда? Рога. Почему? Шутка. Красивая шутка? Нет, ну может быть, может еще и купим, посмотрим. Видимо, про эти золотые рога шла речь. Даже страшно представить, сколько стоят эти произведения. По охраннику каждому экспонату. Среди гостей мы отмечаем и Дашу Жукову, а на чем-то оживленной беседы – Сайдан Салаховый, художница и крупнейшим арт-дилером России. Видимо, подруга Абрамовича консультирует все специалиста, что можно приобрести для своего центра современного искусства. Российские предприниматели, элита, они готовы покупать западные современные? Я думаю, деньгами готовы, но с образовательной точки зрения, да, немногие к этому подошли. Поэтому такие выставки очень полезны, они развивают, как бы расширяют горизонт и сознание. Год назад Ларри Гагасян уже организовывал подобную выставку среди дорогих бутиков в Лакшер-Виллэш-Барвиха. Это была проба. Были проданы почти все картины. Поэтому теперь у Ларри самые оптимистичные прогнозы. У русских есть желание покупать.